Финансовая школа «Финансовая победа» и мы уже затрагивали многие цели, которые имеют отношение к финансам. И мы уже говорили о труде, мы уже говорили о работниках, мы уже говорили о работодателе. И сейчас я хочу буквально, очень коротко дать вам три совета о труде. Потому что деньги, благословение приходят от труда, от всякого труда есть прибыль. Мы говорим, что кто не кушает, не должен есть. Труд есть физический, есть умственный, есть моральный труд, есть духовный труд. Мы в церкви, у нас много духовных трудов, потом физический труд, на работе тоже мы работаем. И от всякого этих труда всегда есть прибыль. Но я хочу больше говорить сейчас о нашем труде в плане бизнеса. Три совета я хочу дать нам сегодня. Первый совет – наше отношение к партнерству. Какое должно быть наше отношение к партнерству в нашем труде? Библия не одобряет ведение бизнеса с неверующими людьми. Библия не одобряет ведение бизнеса с людьми, которые не знают Бога. Почему? Точно как Библия не одобряет связь верующего человека в плане свадьбе, в плане отношений. Точно как Библия не одобряет, что верующий женится на неверующих. То же самое ведение бизнеса. И основная причина кроется в системе ценности. Любое взаимоотношение будет испытанное. Будто взаимоотношение в семейном плане. Будто взаимоотношение в служении, в духовном плане. Будто взаимоотношение в бизнесе. любое взаимоотношение, даже между родственниками иногда, тоже любое взаимоотношение будет испито. И когда ты мне говоришь, что мы не должны связать себя с неверующими людьми, это не значит, что если вы женитесь на верующего человека, у вас проблем не будет. Это не значит, что если вы найдете бизнес-партнеров, верующих, крышленных духов, 20 лет уже верующих, что проблем не будет. Нет, Бог никогда нам не сказал, что проблем не будет. Наоборот, Он говорит, что вы будете иметь много скорби, вы будете иметь много таких волнующихся моментов, но Он говорит, не переживайте, мужайтесь, я уже победил. Все то, что вы имеете сейчас, я уже победил. Нет, конец твой будет хороший. Но ты пройдешь, будешь испытанием. Тогда зачем? Если я все равно верующий, не верующий, тогда зачем? Вот зачем. Система ценностей у верующих людей одинаковая. Верующие люди, они предали Библию. И они берут Библию как код поведения, как конституция. Поэтому, если муж верующий и жена верующий, значит, оба преданы тому, чтобы жить по Слову Божьему. И муж будет смиряться под Слову Божьему. И жена будет смиряться под Слову Божьему. То же самое в бизнесе. Если мы будем иметь дела с верующими людьми, конечно, позже я объясню, с какими верующими людьми. Без качества. Еще я дойду до этого. Тогда у нас какое-то спокойствие, какая-то страховка. Человек, который трепежит перед Словом Божьим. У человека есть уже самые ценности. Не воровать. Думать о другом лучшее себе. Собирать себе сокровища на небеса. Поэтому Библия хочет, чтобы мы вступили в партнерство только с верующими людьми. 2 Коринфянам, 6 глава, с 14 по 17. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Часто Библия называет неверующими людьми, особенно явно неверующими людьми, которые могут переступать. Там были в Украине, вы понимаете, как делается бизнес. Как многие люди делаются в бизнесе на сегодняшний день. Ибо какое общение праведности с беззаконием. Потому что у них совершенно деньги. И им все равно, кого кинут, кого не кинут. Один главный принцип, где можно зарабатывать деньги. А другие там доброта. На тебя так будут смотреть, и скоро тебе это уже не будет. Тебя тоже уберут. Что общего у света с мной? Какое согласие между Христом и Виляром? Или какое соучастие верного с неверным? Вы это все знаете. Поэтому мы по-сячески должны стараться избегать подменства. Библия говорит, чтобы мы не здоровались. Библия говорит, чтобы мы не дружили до определенного момента. Но введение бизнеса это уже что-то серьезное. Это уже что-то интересное. То есть это не значит, что неверующие не могут работать у нас. Это не значит, что мы не можем работать у неверующих. Но я говорю о введении бизнеса. Дело иметь вместе. Где все имеют права голоса. То есть учредители вместе. Кто понимает разницу? Когда дела уже идут конкретно. Когда человек имеет право влиять, там уже проблема. Потому что он будет гнуть. Он будет влиять по его системе ценностей. А уже тут ничего не подъехал. Даже при поднесстве с верующими людьми нужно быть осторожным. Нужно войти в поднесство с верующими людьми, кого вы хорошо знаете. С кем нужно войти в поднесство? С верующими, кого вы хорошо знаете. Кого вы хорошо знаете, а как вы оцениваете качество верующего человека только по плодам Духа? Оценивайте своего потенциального партнера по плодам Духа. Если у вас есть сомнения, лучше не спешите. Лучше подождать. И когда мы имеем дело с верующими людьми, нам нужна и благодать, и милость от Бога. Мы будем нуждаться в поднесстве. Потому что мы сами не можем делать все. Чем больше Бог благословляет нас, чем больше нам нужна помощь других людей. Поэтому мы не можем обойтись без поднесства. Просто нам надо стараться, нам надо молиться, чтобы Бог послал на наш путь правильные люди. Потому что как мы молимся за спутника жизни, точно так же нам надо молиться за бизнес-патнера, чтобы Бог послал нам правильного человека. При партнерстве нам надо максимально использовать закон в нашу пользу. Что я имею в виду? То есть заключать договора. Заключать договора. Они говорят, что мы с одной церкви доверяем друг к другу. Это безответственность. Когда мы не заключаем договор, это безответственно. Почему? Потому что это потом нам впоследствии будет стоить очень много. И я говорю не только от Слова Божьего, я говорю от жизненного опыта. Потому что когда два человека договариваются о чем-то, каждый понимает по-своему. Потому что потом пройдет много лет. Один буду рассказывать. И тебе говорю, почему ты врешь? Ты просто говорю, почему ты врешь? И вот тут написано. При переступлении в подмесстве, переступлении в подмесстве, изложите ваше понимание сути этих взаимоотношений в письменном виде. Пусть это будет принцип жизни. Если человек говорит, что ты меня не доверяешь, то я говорю, как раз я тебе доверяю. Если я тебе не доверяю, то вообще с тобой не имею дело. Я тебе доверяю, но это предупредительность. Это правильное ведение дела. Это правильное ведение дела. Это мой призыв. Потому что я не знаю, что будет завтра. Потому что я знаю, что я не знаю, что будет завтра. Я должна это писать. Пасто говорит, что плохой карандаш лучше... Пастоит память. То же самое. Сколько людей, сколько спорей, сколько отношений исполчены. Пастоит из-за того, что мы изложили хорошо на бумаге. Если вы не можете прийти к согласию на бумаге, не ступите в подмесстве. Я повторяю. Если вы не можете прийти к согласию на бумаге, не ступите в подмесстве. Мне нравится, как ваши кооперации работают. Когда договариваются о чем-то, они составляют договор. Они поставят договор друг к другу. Люди исправляют. Вы имеете такую практику, да? Исправляют. Все в рабочем, все в уважении. Все. Можно так, можно так. Что ты имеешь в виду это? Все. И подписывают, когда и одна сторона, и вторая сторона согласны на эти условия. Часто бывает, что люди хотят что-то поменять, потом смотрят на договор. Предусмотрели ли, возможно, что-то поменять. Если предусмотрели, все. Надо дождаться строго. Это защита. Даже, когда мы работаем с верующими людьми. А когда мы работаем с неверующими, то есть Библия не одобряет, нигде явно не говорится, что не имеете это самое, но оно очень прижаривает. И особенно, когда вы работаете с неверующими людьми. Особенно. Все то, что надо ставить на них. Потому что мы не знаем, что будет завтра. Вы не планируете никого кинуть, но потому что вы не бессмертны. Этим вы ставите себе. Я не знаю, что будет завтра. Все. Давай. Это первый. То есть, это какой совет при поднёздстве? Второй совет у других. Если мы хотим иметь меньше проблем в работе, если мы хотим, просто быть хорошим тружником, да? Тружником. Тружником. Если мы хотим быть хорошим тружником, ничего не откладывайте, откладывайте в долгий ящик. Особенно, когда вы начинаете вести... Еще ничего. Хотя нехорошо, когда вы работаете у кого-то. Но когда вы уже начинаете вести свое, когда это ваше независимое предпринимательство, ничего не откладывайте в долгий ящик. Обычно люди откладывают из-за лени и из-за страха. Либо лень, либо страх. Либо лень, либо страх. Либо лень, либо я боюсь. А Бог не дам нам духа страха. И духа лени тоже не дам. Лень – это неумение управлять самим собой. Это просто лень. Это просто... Просто надо стать и победить лень. Страх тоже надо победить. Иди в сторону твоего страха. Съешь свой страх. Напас на свой страх. Ничего не откладывай. Если надо с кем-то говорить, говори. Если нужно что-то делать, делай. Что такое я боюсь? А что ты боишься? Библия говорит. Не боитесь тех, которые могут только повредить тело. Не боитесь. Абсолютно. Дюки, кротости, говорите все то, что нужно. Надо взять себя в руки и не бояться ничего. Почему? Потому что откладывание очень быстро становится привычкой. И это пятна в нашем характере. На ретрите по 100 учишься. Надо стараться бизнес-то делать. Ты принимай решение, что-то делай в этом направлении, которое тебе будет напоминать. Либо ты сам себе отправляешь смс. Или ты говоришь кому-то, напомни мне завтра. То есть, когда ты принимаешь решение, делай что-то. Те, которые работают со мной в офисе, они знают, что мы стараемся в протокол в этот же день. В крайней случае, второй день. Раньше у нас протокол неделями писалось. Это откладывание. Быстро. Задание давай. Потом не надо. Если потом делаешь что-то, которое тебе будет напоминать. Потому что откладывание очень быстро, бесконтрольно становится привычка. И это пятно в лицо. Это пятно в качестве. Никто не хочет иметь дела с человеком, который откладывает. И если еще с вами имеют дела, это потому что они еще не нашли замену. Это потому что еще другой конкурент не появился. Как только конкурент появился, люди предпочитают работать быстрыми людьми. И мы живем в мире, где все быстро. Все в онлайн. Поэтому все то, что можно делать быстро, нужно делать быстро. Есть некоторые вещи, которые нельзя делать быстро. Как мы говорим, там соглашения, некоторые вещи. Но есть некоторые вещи, которые, ну, есть быстрые, которые можно, а есть не быстрые. Давайте то, что можно делать быстро, делайте быстро. Потому что это тоже культивирование. Это надо воспитать в себе. Никто не рождается с этим. Это надо осознать и начинать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Потом она станет образом жизни. Пожалуйста, если мы хотим принимать благословение, которое Бог посылает в нас, давайте устраним откладывание из своей жизни. Потому что если нет, это будет мешать нам принимать все то, что Бог хочет. Пока Бог идет, мы откладываем. Мы не знаем время своего посещения. Бог говорит, иди сюда, потом. Потом. А потом говорит, Бог, ты там, Бог тоже скажет, потом. А потом ты иди сюда, потом. А когда ты сюда, потом. Пока ты не поймешь, что когда Бог зовет, надо идти. Благочестивые люди не имеют привычку откладывать что-либо в доли ящики. И Буаз имел такое хорошее свидетельство. Буаз, муж Руфи. Неуми. В ООС. В ООС. Да, В ООС. Да. Неуми сказала, подожди, душ моя, доколе не узнаешь, чем кончатся дела. Ибо человек тот не останется в покое, не кончатся сегодня дела. Не кончатся сегодня дела. Мы должны стараться максимально закончить сегодня то, что мы можем закончить. Если работа, которую мы можем закончить сегодня, его надо закончить. Потому что Библия говорит, что не заботитесь. Потому что не забудьте о завтрашнем дне. Потому что там заботы достаточно. Когда мы перекладываем, это мы перекладываем на завтра, на послезавтра. А там уже своя ставка уже есть. Мы поставим плюс, 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 плюс. А мы даже не уверены, если завтра принадлежит нам. У нас сейчас ретрит подростковый. Я им говорила, обычно подростки говорят, а мы еще молодец, у нас еще время. Я говорю, какая у тебя гарантия? Я говорю, я спрашивала у них, а вы знали люди, которые умели в 15 лет? Да. А 12 вы знаете? Да. Я говорю, тогда какая у вас гарантия? Что вы не следующие? Вот эти вещи, они должны толкать нас на то, что ты можешь сегодня. Есть вещи, которые ты не можешь сегодня. Никто об этом сейчас не говорит. Но то, что мы можем сегодня, мы должны его делать сегодня. Как сражаться с откладыванием? Нужно написать список всех дел, которые нужно делать каждый день. То есть, начинаем день. В принципе, если у нас органайзер, в течение дня эти списки мы пишем, они формируются. Второе, ставить приоритет. Что я обязательно должна делать? Что важно? Что я должна делать, чтобы считать этот день успешным? Третье, закончить одно дело, прежде чем начинать другое. Нужна дисциплина. Если ты уже взялся, ты письмо пишешь, закончи это письмо. Потому что очень есть большое искушение, пока письмо пишешь, там позвони, там ну позвони. Если приходите идеи, просто пиши, пиши другие, но сиди, пока ты не закончишь одно дело. А то будет сто незаконченных дел. Это не успех. И четвертое, попроси у Бога достаточно мужества, мудрость успеть делать все в строк. Вы ставьте строк, и в ваших молитвах вы просите у Бога, Бог, пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, дай мне благодарность. Если нужно, удлину, растянув время, пожалуйста, помоги мне. Не силой, не войнством, но дюхомством, Бог, пожалуйста, помоги мне успеть в строках. И последний совет о трудах, о труде, это в основном для женщины, но это тоже имеет отношение к мужам. При возможности, при ранней стадии воспитания детей, лучше, чтобы женщина не работала в ней дома. Либо, чтобы она не работала вообще, и в принципе есть понимание декрет, да? Это понимание, что женщина вообще не работает там 3 месяца, 6 месяцев, для того, чтобы она могла полностью уделить внимание ребенка. Это, чтобы она могла, способствовала развитию этому ребенку. Потому что ребенок нуждается в полной внимании. Ребенок совсем не самостоятельно, ну, все время нужно, чтобы кто-то был, посмотрел. Поэтому, это тоже совет о труде, если мы можем думать об этом заранее. Чтобы при ранней стадии воспитания ребенка, чтобы мама не металась, да? Между заботой о ребенке и между работой. Либо, чтобы она определенное время вообще не работала, либо, чтобы она минимально работала, и чтобы эта работа не увела ее из дома. Каждая женщина должна вести уравновешенно и сбалансированной жизни и посвятить себе активной деятельности в домашней сфере. Это тема баланса в обществе, это тема воспитания детей. Очень много упущено сегодня, потому что матери вынуждены много работать. Никто не сказал, что женщина не должна работать, но если женщина, если мать вынуждена много работать, будет страдать дети, воспитание детей будет страдать. Поэтому я молюсь, чтобы вы вникались в эти три совета, поднесла, с кем вы ведете дела. Характер, откладывание, очень чревато, опасно в ведении бизнеса. И третье, если вы женщина, и вы хотите иметь детей, то уже сейчас начнете думать, как вы будете жить в ранней стадии воспитания ребенка. Ребенка.